От жизни каждый что-то ждет. Кто радость, кто успех, кто взлет. Никто не думает мириться, когда покоим только снится. Я тоже ждал, что повезет, и моя жизнь пойдет на взлет. Хотелось много, все и сразу. Но в мою жизнь пришла проказа. Нас самарян-евреи не любили, хотя всю жизнь мы рядом жили. Годами продолжается вражда, а тут еще пришла нужда. Когда болезнь покрыла тело, моя родня взялась за дело. Я был отлучен от людей и издан из среды своей. Я же только слышал про проказу, но не видел ее ни разу. То, что пришлось мне пережить, об этом трудно говорить. Проказа поразила плоть мою. И в труп я каждый день стою, и пеплом тело посыпаю. За что все это, я не знаю. Я думал, сплю, хотел проснуться, к любимой девушке вернуться. Но это был, увы, не сон. Я проклят, так гласит закон. Со мной перестали все общаться. Решил тогда без боя сдаться. Вся жизнь моя перевернулась, когда удача отвернулась. Я думал, что болезнь уйдет, и моя жизнь падет на взлет. Но как простить предательство людей от этой мысли? Боль сильней. Я жил в Нистану по закону. Что страшно, я привыкнул к стону. Людей здоровых ненавидел. Одну проказу только видел. Любимую родных, мне не прощу, появится возможность, отомщу. Но как быть мне? Я прокаженный, нормальная жизнь, и я лишенный. Великое мучение осознать, тебе уже другим не стать. Ты что, не понял до сих пор, что это страшный приговор? Душевные терзания – это мука. В Нистану жить сплошная скука. Нечист! Нечист должен кричать, когда мне суждено людей встречать. А мне страшно было за бортом. В жизни не был слабаком. Всем помогал, везде старался. А как за бортом оказался? Кого винить? Вопрос я задавал, когда очередной плевок встречал. Такая боль, что нету сил. За что все это получил? А с нормальными людьми мы не общались, в свою группу собирались. Нас было десять. И все с проказой. Людей пугали одной фразой. Нам было больно и обидно. Конца страдания не видно. Устали мы нечист кричать. А так хотелось чистым стать. Питались тем, что нам простали. Подачи к этим сильно ждали. Мы не могли просить у храма. Жилищем нашим было в яму. Не скрою, мы к людям ходили. За этот шаг они нас били, кричали. Камни нас кидали. К своим жилищам не пускали. В один из дней кто-то сказал, что Бог пророка в мир послал. Людей он повсеместно исцеляет и даже мертвых воскрешает. Я обронил одну лишь фразу. А может исцелить проказу. Ну а что мы теряем? Чем рискуем? Давайте все проголосуем. Все вместе надо нам держаться. Попробуем с пророком повстречаться. Пойдем к нему все как один. Себя в обиду не дадим. Решили мы искать пророка. Боялись только злого рока. Вдруг не захочет нам помочь. В ответ услышим. Идите прочь. Евреи с нами не общались. В Иерусалиме в храме собирались. Для них мы были ссор второй. Не буду я кривить душой. Ведь слышали мы от людей. Пророк был точный иудей. И как к нему мне обратиться? Я должен иудею поклониться? Вопросов много. А где ответы? Смотрел я в небо. Бог, а где ты? Приди ко мне хоть на мгновение. Мне нужно Божие исцеление. Нас ненавидят люди. Мы больные. Кидают камни в нас родные. Нельзя к исцелению подходить. Ну разве можно с этим жить? Мне чувств внутри одна лишь злоба. Мне с этим жить теперь до гроба? Да не, не согласен. Я готов смириться пророку иудею поклониться. С обидой жить, с обидой просыпаться. Не может это жизнью называться. Узнали мы, где Иисус проходит, куда Он по пути заходит, между Самарией и иудеей встали. Пророка очень сильно ждали. Вдруг слышим шум толпа людей, а впереди тот иудей, которого, сказали, Бог послал людей, он повсеместно исцелял. Все десять человек к нему мы побежали. Нам люди что-то вслед кричали. А он сказал, к священнику идите, ему свою проблему покажите. Эй, как мне к священнику идти? Проказу в город принести? Я из Самарии. Он что не знает? Меня же камнями закидают. А те девять не были иудеи. Такого страха не имели. Ну, они пошли, я за ними. Пошли мы в храм в Иерусалиме. Я быстро шел. Откуда взялась сила? Такая мысль вдруг посетила. Смотрю на руки, а проказы нет. Ну, подумал, сир, да что за бред? Друзья идут, меня не замечают. Идут, друг друга ободряют. Когда мы поняли, проказа отступила. На всех любовь тогда накрыла. Они, ускорив шаг, ушли вперед. А я вернулся, где стоял народ. К Иисусу подошел и поклонился. Ко мне он нежно обратился. Где остальные? Десять исцелилось. Где девять? С ними что случилось? Один пришел иноплеменник. Теперь поправу ты наследник. С тех пор Иисуса я не оставляю. За все его благословляю. Он исцелил меня и дал спасение. Служить Иисусу я принял решение. Родных я говорил, что не прощу. Появится возможность, отомщу. Но слава Иисусу. Он сердца меняет. Людей друг с другом примиряет. Пришла любовь. С родными примирился. Как водится, конечно, я женился. И всем, я говорю, Христа ищите. Его за все благодарите. Мы все, друзья, поражены проказой. Такой греховной заразой. Нас от греха омоет кровь. Вот в этом заключается любовь. Подумай, ты на стороне какой? Живешь ли с благодарным дышей? Ты там, где девять или где один? Тебя зовут Самарянин? Нам есть за что его благодарить. За то, что просто можем жить. За то, что ходим. Слышим, видим. За злолюдей мы не обидим. За церковь, за семью. За кровь. За то, что нас спасает кровь. За то, что Господу спиваем. Служить Ему не забываем. За то, что нас Он оправдал. Ты дякую Ему сказал. За то, что жен своих мы их любим. Давайте славить Бога будем. Все милости Господне посчитай. За них благодарить не забывай. Не поступай по жизни, как те девять. Учись любить, благодарить и верить. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!